Привет, друзья! В этом видео я вкратце расскажу на примерах, как помол влияет на качество и вкус кофе. Просто поговорим о примерах. Вы посмотрите, как определить в кофейне, был ли в вашем напитке мелкий помол, либо крупный помол, либо помол такой, какой он должен быть. Для того, чтобы приготовить эспрессо, нам нужно сначала смолоть зерно. Зерно у нас очень такое чувствительное к перепадам температуры и чувствительное к влажности. То есть, именно помол, он может меняться в течение дня, так, раза в 10. И бариста должен сам контролировать помол. Вот если помол будет очень крупный, то кофе не выбарится полностью, и крема кофейные, они могут быстро расползтись и уйти. Это эспрессо. Если же, например, кофе будет слишком мелкого помола, то иногда через вот эту группу не будет протекать вода, либо она будет протекать очень медленно, он будет гореть, потому что здесь находится большая температура, и тогда кофе будет горьким. Так что даже, наверное, вы наблюдали из групп разных баристов, даже если это будет один и тот же кофе, один и тот же сорт кофе, может получиться очень разные напитки. Вот так иногда придете в кофейню, а, допустим, напиток водянистый. Это не значит, что вам не доложили кофе в вашу чашку. Это значит, что просто сбился помол. Ну, например, сейчас мы можем проверить. Обычно в кофейнях пользуются кофемолками. Вот у нас кофемолка кунил прямого помола. То есть, когда я буду молоть, кофе сразу же намоланный будет попадать мне в рожок. Иногда есть кофемолки бунт молот типа, когда кофе уже намалывается и стоит. То есть, лучше выбирать, когда кофемолка прямого типа, потому что зерно, которое не смолотое, меньше упирает в лапу и менее портится. Так вот, независимо от того, какая кофемолка, в любых кофемолках есть смена помола. Обычно указывается все на итальянском языке, так как это пошло все. Ну, в Италии, в Италии. Вот, есть фино, это означает из стрелочков, да, влево. А это означает помол, либо мелкий. Ну, то есть, мелкий, мелочи из итальянского. И гуроса, стрелочка в противоположную сторону, это означает крупнее помол. То есть, барист уже там регулирует, какой ему там надо помол. Но суть в чем. Например, мы хотим приготовить кофе. И я сейчас нарочно сделаю, например, очень крупный помол, чтобы сразу увидеть, какая будет ситуация. Здесь нажимаю лапочку. Ну, открываю только, чтобы был крупный помол. И просто немаловую кофе. Вначале, конечно, здесь, которое было в группе, ну, то есть не в группе, а вот в этом, в этой участке, там сначала обычная помола, а потом начинает меняться и становится помол. Ну, в принципе, я вижу, что у меня здесь крупный помол. Темперую. Темперовать, от темпировки тоже зависит, насколько будет кофе вывариваться, потому что, если темперует с большой силой, давится на кофе, тогда вот утрамбовывается кофейная таблетка и становится более плотнее. Естественно, вода, которая будет течь под давлением через вот рожок, она будет, скажем так, ну, тяжелее будет пробиться. Если же будет менее давление, менее плотная таблетка, она будет, естественно, проще пробиться. Обычно экстракция, то есть экстракция, то есть экстракция, это время заваривания кофе, длится 30 секунд, ну, то есть на профессиональных, как в кофемашине. Но это такое условное время, потому что в машинках обычно запрограммировано, какое количество воды будет протекать через группу, то есть им надо 30 миллилитров, то будет пролилось через группу. И если на это надо больше времени, значит будет больше времени. А вот сколько времени нужно, это зависит уже конкретно от какого помола, с какими давлением, ну, в общем, сделана вот кофейная таблетка. Ну, давайте сейчас сварим наш первый респрессор. Смотрим, сразу нажимаю, проливая водичку, это надо, чтобы горячая вода спустилась. Беру кофе наш, нажимаю и ставлю. Смотрим. Течет кофе, немножко бурлит. Прямо не скажу, что очень критично, потому что оставалось еще кофе нормального помола. Но вы видите, быстро течет вода, и кофе такой, ну, чик-чик-чик-чик, вылился. Смотрим на наш эспрессор. Скажем так, крема есть, есть блесы и пятна. Блесы и пятна, это в основном означает, что кофе, ну, проваренный, ну, так себе, как бы, можно и лучше. Немножко пузырики. Ну, в принципе, крема есть. Это из-за того, что, в принципе, еще не слишком такие крупные, по-моему. Ну, давайте посмотрим еще на этот кофе. О, Боже. Ставляем, нажимаем, быстроскалим. Это крупный помолк. Смотрите, как течет вода. На это наглядно я, конечно, сделала очень крупный. Вот, все. Вот так вот загугленно за 2 секунды пролилась вода. Абсолютно. Ой. Ну, смотрите, и сразу же расходится крема. Это показатель того, что, ну, кофе не проварился. Абсолютно, видите? Вот такие вот пироги, когда крупный помолк. Ну, все, вы только что видели, крупный помолк. Вода быстренько пробежала, потому что заложенное программой количество воды уже прошло. Или буквально прошло сколько, секунды, две, кофе не заварился. Просто пробежала сквозь таблетку. И получилось вот. Ну, вот получилось, что получилось. Короче, тут уже, если вам видно будет, оно, вообще, черный кофе, темный, без кремов. А в эспрессо должны быть крема. Сейчас сделаем наоборот, слишком мелкий помолк. То есть, что произойдет, если будет слишком мелко? Я уже крупнула. Давай еще крупнуем, чем больше. Да, мелкий помолк. И... Конечно, золотаки могут мне сейчас говорить, там, не громовка не соблюдена. Конечно, и громовка должна быть соблюдена. Это примерно 8 грамм. Но я визуально вижу. Уже забилось. Темперуем. Темперовала обычно. Таблетка кофейная мелкого помола. Ну, пошли смотреть. Ну, и сейчас сделаем кофе среднего, среднего нормального помола, который, в принципе, тоже может быть идеально. Хопа. Ну, что ж, ребята, не обессудьте. Сегодня я сам себе режиссер и оператор. Вот у меня таблетка этого помола. Вставляю, нажимаю. И смотрим, сколько уже прошло секунд. Так, тоненькая струечка течет кофе. Вот это, кстати, классно. Это, кстати, очень крутое. Крутое. Просто мушиными хвостиками. И очень... Ну, вот немножко с конца только начало. Начало. Сейчас машинка сама себя автоматически отключится. Когда количество воды уже пропечет через кофейную таблетку. Ну, пошли в экстра мелкого помола. Вот, то есть я нажимаю, ставлю чашечку. И погнали, погнали, погнали. Давай. Смотрите, как так там капает. Но абсолютно что-то там по чуть-чуть. Еле-еле прокапывает. Ну, чуть ли прокапывает. Но, тем не менее, еле-еле. Это уже чересчур мелкий помол. Чтобы набежало буквально 30 миллилитров. Это ему надо еще долго-долго-долго. 30 секунд. Конечно, не укладется, не уложится тогда секунд. Но посмотрим, что будет из этого. Кофе. Я вам скажу, что будет. Он просто сейчас начинает гореть в группе. Вот здесь. Там очень высокая температура. И получается, он горит. Так как вода не может пробиться сквозь очень плотную кофейную таблетку. В итоге он будет горький. Да, ребята, крема есть, но будет горький. Потому что вывариваются губильные вещества. Он горит, он горчит и так далее. Вот, намного дольше, чем чем-чем-чем-чем-чем. У меня два варианта осталось. Этот вот, который был перед этим. Уже расшли крема. Вот так. Ребята, я не знаю, как снимают блогеры или люди, которые сами это все делают. И снимают, и монтируют, и говорят на видео. Но просто никак не получается. Короче, вот это вот здесь чашка очень крепкий кофе. У которых горький кофе. И, например, если человек хочет горький кофе, а у вас там обычный купаж, 80 на 28,5 терапии, 23 пусто. То можно так сделать. Ну да, ну просто, просто, просто яд. Так что, ребята, помол очень важен. И, как бы, сказать бы, что это полностью стопроцентная рабоста. Нет, это кофе 80% арабики в нем. Но он настолько горький. Не скажу, насколько это, конечно, будет понятно. Потому что это уже постоял кофе, который был слишком мелкого помола. Крема тоже разошлись, но он стоял уже долго. Здесь сразу видно, что вообще и как-то же намека на крема нету. Потому что это был кофе мелкого помола. Он просто пролился, да, и все. Ну, вот это вот последняя версия, что у нас получилось. Вот. Немножко белое пяпнышко, но, в принципе, не критично. Есть крема. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам стало более понятно, как помолвлять на вкус кофе, вообще на его вид. На вот такие крема. И будете теперь пробовать. Дегустировать. Именно смотреть, как течет струйка. Какие крема в вашем кофе. И все. Будет теперь уже знать. Знатоки. Только не говорите, Бориске раздражается. Всем спасибо за просмотр. И ставьте пальцы первым. Пока.